доброе утро всем сегодня блог видео будет больше про болтовню поэтому кто хочет оставайтесь со мной кому будет не очень интересно мои новости и что у меня происходит ну уж простите можете не смотреть на работе делали мы блины и упустили мне досечку на ногу тяжелую на которой резать эти блины в итоге утром сейчас встала смотрю у меня такой синич ищи на пол ноги обе спит я на работу собираюсь за окном теме 5 утра вчера на работе готовили маленькую пиццу и делали ее заморозку потом надо было идти в холодильник и фасовать и упаковать правили меня сказали одень свою курточку вот и поделая курточку все рукава черные от коробок вчера ее пыталась чуть-чуть почистить все в томате было короче ли сегодня одеваю другую вещь другую курточку и вот булочки мы делаем для аэропорта получается мы их помечаем те которые на вылет те которые на прилет и те которые вега и с мясом вот красная это с мясом наклейки на 3 булочка сейчас покажу какая такая вот булочка она идет с колбасой и соленым огурцом соус там идет с горчицей сладкая горчица но на вылет и на прилет и совсем разные четыре вида булок мы делаем получается для аэропорта утром еду в поезде решила немного вам снять видео рассказать как я себе немного облегчаю эту жизнь из-за того что утром не надо встать и растопить печь поделать кучу дел в том числе вы гулять обе на улице темно и как бы работая не один день в неделю я с собой беру в поезд еду какие-то перекусы за 20 минут в поезде я еду я завтракаю в поезде я как не смешно сказать немного крашу глаза там привожу себя как-то в порядок мажу руки кремом и потом уже выхожу с поезда сажусь в трамвай и смешно сказать хоть более-менее становлюсь на человека похоже ну потому что такая тут жизнь нет времени ни на что как бы это не смешно казалось ну вот так вот я здесь уже приспособилась и так делаю себе если раньше у меня было какое-то стеснение там я переживала как я там буду выглядеть сидя в поезде и кушая то со временем я поняла что в первую очередь как бы я больше забочусь о себе и мне абсолютно не важно смотрят на меня не смотрят я не ем ногами там и не делаю ничего такого я беру с собой в поезд какой-то небольшой бутерброд грушу или яблоко каких-то фруктов просто себе вот так вот завтрака ну вот так у меня выходит телефон у меня не всегда выходит разворачивать поворачивать иногда я забываю потому что стараюсь вам снимать все на ходу не снимать сидя в помещении чтобы хоть немножко как-то было интересно посмотреть вот поезд еще что-то а не только на меня и из-за этого уж простите что так с камерой выходит у меня я заработала свой первый миллион в кавычках сегодня утром встала совсем случайно рано очень рано случайно тоже в кавычках потому что очень холодно и из-за холода я проснулась три утра чтобы включить обогреватель и уснуть уже не смогла так как мне на работу то так вот оно получилось и в итоге зашла посмотреть на youtube и увидела что он у меня в итоге получилось заработка 4 доллара я не знаю за какой период времени там вот как получилось у меня тысяча подписчиков вот с этого момента честно говоря сколько я смотрела за заработки такие мне все время казалось что ну люди рассказывали о том что зарабатывают 3 копейки на тут прошел как бы не больше месяца вроде немного но мне приятно поэтому хотела с вами поделиться такой новостью информации сказать вам спасибо что смотрите меня сзади валиселин и торговый центр мой трамвай до аэропорта даже в трамвае вот если ты сел попил там позавтракал и негде выкинуть нету здесь мусорников как в поезде то люди вот так вот аккуратненько могут оставить но это это бывает очень крайне редко я совсем не хочу возвращаться домой не знаю после поездки домой после отпуска у меня произошло какое-то переосмысление вот всего происходящего это как я жила я стала задумываться том что я не хочу возвращаться к той жизни в которой я жила не хочу не в плане того что жить именно в украине вот этого всего но это тоже в какой-то степени не хочу такой семьи не хочу таких отношений в семье не хочу такого отношения со стороны родственников и поэтому не знаю пока я зависла и голове у меня даже крутятся мысли про развод впереди у меня четыре выходных куча планов я как-то постаралась так распланировать день чтоб уже не делать себе таких вот как сказать походов по магазинам ненужных чтобы как-то забить свой день и как-то снять стресс еще что-то буду больше заниматься с репетитором буду заниматься домашними делами и скорее всего что мне уже надо привезти дрова возможно договорюсь на следующей неделе из-за того что холодно не знаю как там не очень в этом году холодно дрова расходуются быстрее чем в прошлом году поэтому надеюсь что до нового года мне еще привезут дров в трамвае сверху на экране можно увидеть остановки куда едет трамвай плохо видно что 12 люди нажимают на кнопки вот эти везде на выходе тоже кнопка такая есть и останов остановки конечно и так происходит просто какая-то дверь может открыться какая-то нет а еще трамвае вот так вот лежат разные брошюрки что там сейчас можно посмотреть какие мероприятия утром среди недели здесь газеты лежат и вот такое табло как куда можно доехать добраться тоже есть здесь у нас сегодня очень сильно похолодало на улице прям ощущается минус и шла я через поле обычно я иду по грязи потому что поле уже не впитывает лишнюю влагу а тут иду все замерзшие и ней туман стоит короче я опять минус сложившиеся ситуации я как-то стала больше думать о том что как облегчить себе жизнь потому что хочется здесь выжить и при этом жить более-менее комфортно удобно и об этом я стала думать и поняла что мне надо язык нормально знать дуолинго дуолинго как бы я занимаюсь там но там какие-то фразы в основном такие ну стандартные и больше самые примитивные я думаю что такие фразы больше рассчитаны на уровень 1 как бы я уже получила этот уровень 1 и хотелось бы большего какого-то развития больше разговорного из-за этого все таки я сделала предпочтение в сторону репетитора но репетитор у меня такая бабушка божий одуванчик очень приятная женщина очень хорошая с моего города в украине и ну на первое время мне такой репетитор подходит потому что я с ней выучу грамматику какую-то но в дальнейшем мне бы хотелось бы найти репетитора который живет за границей и у которого есть нужная интонация как надо разговаривать общаться потому что ну вот с ней у нее нет вот этого акцента интересного мне хотелось бы на слуху это слышать и себе это все повторять поэтому первое время конечно я буду заниматься с ней но в дальнейшем я буду пытаться искать еще каких-то людей и узнавать кто где занимается кстати мне тоже еще раз сказали здесь местные что в разных городах есть при церквях курсы бесплатные по немецкому но когда я сюда приехала меня вот эта бабушка в семье которая жила отводила на такие курсы но сказать что это курсы были это были не курсы это были молитвы ну там никто не общался толком на немецком языке там все время ели и молились все вот вся была учеба поэтому хотелось бы найти нормальные курсы если кто-то посещал такие курсы может это только у меня был такой опыт полить поделитесь своим опытом пожалуйста среди недели на остановках и часто работают такие вот магазины эти небольшие и люди могут утром идя в трамвай или в поезд зайти купить себе какие-то перекусы завтрак такую интересную рекламу увидела в трамвае по поводу дров если кто-то здесь живет из местных поделитесь своим опытом ходите ли вы в спа-салоны спа-центры насколько это все дорого и как это здесь все происходит мне бы очень хотелось посетить такое мероприятие если оно нормальное просто отдохнуть покупаться в бассейне горячая какая-то баня сауна или что-то такое чтобы согреться еще мне очень не хватает солнечной погоды солнце очень хочется все время тепла на работе холодно домой приходишь холодно и все время живешь в холоде из-за этого хочется или поехать к морю или где-то горячей воде покупаться в каких-то горячих источниках напротив в аэропорту в торговом центре поставили такую елку думала чуть-чуть вам заснять она будет светиться но к сожалению тут сейчас только освещение вот такое на потолке всем спасибо огромное за ваши лайки за просмотры всем очень благодарна всем пока пока до новых встреч